К этому матчу спортсмены «Металлурга» подошли с особой ответственностью. Встретиться им предстояло со своим главным соперником последних лет – командой «Колос». Игра проходила на их поле в Ставропольском крае. Понятное дело, практически весь стадион болел за ипатовцев. Это усугубляло моральное напряжение. Команды начинают приветствие традиционное. Чемпионат России по мотоболу 2022 года подходит к концу. Это была заключительная игра предварительного этапа соревнований. К этому моменту «Металлург» пришел без единого поражения. Счет матча в Ипатове открыли хозяева поля, чем, вероятно, рассердили видновских спортсменов. Вскоре Ивану Крештопе удалось отыграться. Ох ты, как Крештопа проходит. Один на один. Защита вообще разлетелась практически между Иваном и Иван Ван Заяц. Первый период закончился со счетом 2-1, но не в пользу «Металлурга». С Колосом всегда игры непростые, но я считаю, что игра была очень красивая, динамичная. Как бы не было никаких жестких стычек. Встречу сопровождала сильная жара, около 35 градусов со знаком «плюс». Конечно, играть в этих условиях тяжело, особенно для непривычных к такой погоде видновчан. Но «Металлург» выкладывался на все 100. Так, во втором периоде наши спортсмены закатили в ворота соперника еще три мяча. Но Колосу постоянно удавалось отыгрываться. До тех пор, пока за грубое нарушение судья не дисквалифицировал ведущего игрока «Ипатовцев» Сергея Крошку. Конечно, такому игроку всегда классно не сдерживаться. Но я считаю, он подвел команду вчера свою. Судейство на высшем уровне было. Я считаю, были какие-то ошибки. Но без ошибок никто не судит. Но так, на пять с минусом судейство было. Совпадение или нет, однако после удаления Крошки, Колос стал играть гораздо хуже. Этот факт лишь подтверждает распространенное мнение о том, что в Стопропольском крае мотобол далеко не командная игра, а единоличная. В последнем четвертом периоде «Ипатовцы» жестко сбивают Антона Гусева. Но он встает и продолжает защищать «Металлург». Итог встречи 6-5 в пользу видновчан. 6-5! Какая комбинация! Впереди у «Металлурга» заключительная серия игр чемпионата. Первый плей-офф пройдет в Ипатове Ставропольского края со 2 по 4 сентября. Команда настроена на победу. Силы еще остались, потому что у нас остались 6 заключительных игр. Спасибо большое болельщикам, которые нас поддерживают. Будем стараться не подводить наших болельщиков. Сейчас видновские спортсмены готовят технику для встречи с командой «Агрокомплекс», которая состоится 2 сентября. Юлия Погосян, Ольга Садовская, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова